Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами опять находимся в моей теплице, где расцвела последняя желтая лилия. Слева, вы помните, была лилия сальторелла. Просто сногсшибательная красоты красавица. Кто не видел это видео, обязательно найдите его у меня и посмотрите. Справа растет лилия дерева. Они уже обе отцвели, ну а теперь и последняя вот наконец-то распустилась. Успела я ее все-таки перед отпуском заснять. Зовут эту лилию Shine On. Это гибрид восточной и трубчатой лилии, сокращенно ОТ. От слов Ориенталь, восточный, и Тромпете, труба. Давайте поближе на нее взглянем. Посмотрите, какая у нее форма цветка. Он практически плоский, почти полностью раскрыт. Тогда как у сальторелла, наоборот, был похож на большой колокольчик, да? У сальторелла гены трубчатой лилии доминируют и форма цветка была уже другая. Вообще, там где в гибридах присутствует восточная лилия, это обязательно крупные и яркие цветки. Поэтому, если вы весной покупаете луковицы и на упаковке написана категория гибрида, а вы не знаете или не помните, что она означает, если есть буква О, Ориенталь, восточный, все сразу не раздумывая берите. Просто бесподобный цветок, правда? Посмотрите на его лепестки. Они не только очень сильно закрученные назад, но еще и волнистые по краям. На внешней стороне лепестков тянется такая зеленая полоска от основания и до самых кончиков. И горлышко у нее тоже зеленое. А цвет у нее более спокойный, пастельный, я бы сказала. Не такой яркий, как у сальторелла. Теперь пару слов относительно ее аромата. Как и у всех восточных гибридов, он естественно присутствует. В данном случае он интенсивный, но терпимый. Для срезки, конечно же, этот сорт не рекомендую. Любуйтесь им лучше в своих садах на улице. Вообще, планируя посадку таких сортов, у которых интенсивный запах. Старайтесь выбирать место подальше от того места, где вы проводите много времени. Скамейка, беседка, терраса. Особенно это касается тех, кто страдает аллергией. Эту часть видео я снимала на следующий день. Пришла последний раз перед отъездом, а тут еще один вот он распустился. Ну, я, конечно же, не удержалась. Я опять взяла телефон. К сожалению, ни одна камера не может передать всю красоту любых цветов. А чтобы понять и прочувствовать все великолепие этой лилии, ее нужно один раз увидеть вживую. А следующей нашей гостьей будет лилия триумфатор. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить это видео.